будем ставить вот такой датчик воды вот здесь у нас вот этот который болтик он видит как это любит делать bosch сервис все разбираем топливную систему как-то не готов я был к снятию бака готова погнали омзап павлюк я хундай x35 11 год d4 я турбодизель ну не скажу что не справились там сервисе где-то это просто сам где-то человек или можешь простой сервис где-то там просто это не стали возиться обратились к нам с тем что автомобиль не развивает оборотами стоит в аварийном режиме то есть до 3000 оборотов так мы его кстати он тут постоял у нас два дня пока датчики заказывали он аккумуляторную силу сейчас мы его поставили на зарядку не понимаю как люди вообще ездят постоянно на последние два дня и потом ничего не заводится так сейчас мы аспира зажигания включим поставим ее перейдем паркинг вот запустили так-так-так печка у нас выключена вот лампочка горит топливного фильтра то есть этот датчик воды вот красненько чтоб все знали пробег у нас 163 752 сейчас я сниму зарядку машина отлично заводится прекрасно работает но есть один маленький момент даже топливный фильтр когда попадает туда вода он переводит его в аварийный режим и происходит вот такое то есть обороты поднимаются только до 3000 и все то есть коробка стоит тоже в аварии и автомобиль данная защита дает возможность вам потихонечку со скоростью 60 километров доехать до автосервиса то есть это может быть kia sorrento там 2 и 2 santa fe hunday tucson spartes у вас там такой же да с таким же двигателем то есть встать в этот в аварийный режим она может по любым причинам то есть забил стопленный фильтр вот датчик масса расходов воздух отвалился давление надува или низкий то есть все будет одно и то же то есть она в аварии будет точно так же то есть низкое давление топлива там по каким-то причинам датчик давления регулятора форсунки льют в обратку и вот первое что если у нас загорается такая лампочка она говорит о том что в топливный фильтр попала водичка там датчика воды он замыкает но как здесь показывают следы и визуально видно и подтвердил клиент они была эта проблема они сняли заменили топливный фильтр но ничего не произошло если топливный фильтр заменили знач причиной является датчик то есть датчик воды тоже сам может замкнуть замкнуть он может просто от времени замкнуть он может от того что вы перетянули или что-то еще вот так он выглядит будем ставить вот такой датчик воды вот здесь у нас вот этот который болтик он видит то есть если попадает водичка идет перемыкает контакт то есть электричество пропускает вода диз топлива нет и стоит аварийный режим вот этот датчик будем менять данные автомобили от года и страны которые собирает бывают в двух местах бывает простом вот здесь легкое место и вон там под жаблом то есть надо снять нам аккумулятор площадку аккумулятора снять блок управления двигателем и только тогда мы доберемся до топливного фильтра что сейчас мы и начнем делать сейчас надо будет опять же как обычно продуемся подуем с ним аккумулятор поставим его пока на зарядку пока будем снимать фильтр так снимать не надо ну площадку если это санта-фе то надо сейчас мы узнаем об этом вот валяется вот человек отлетела ну все на месте так аккумулятор крепление аккумулятора даже по замене топливного фильтра то есть если он стоит наружу то цена его там допустим 800 900 рублей замена то здесь это гораздо дороже то есть у нас даже если не ошибаюсь замена аккумулятора там стоит от 500 до 600 рублей что ли вот то есть тоже все у нас песочки продуем да под блок управления нас есть на там два болта вообще прям никто никогда не дул так блок управления будем снимать там два болта внизу два разъема и вот еще гаечка у нас есть все под ключ 12 вот здесь даже кто-то не защелкнул назад жгут как ее ослабил и прям как будто блок управления на место стал отошел есть такой вариант еще это уже как бы для тех кто наверно в дороге или далеко от нас или вообще от цивилизации где можно починить свой дизель есть такой маленький момент как можно если вы убедились что топливный фильтр чистый все хорошо с ним можно отключить разъем датчика воды то есть залезть туда отсоединить датчик воды и он перестанет показывать то есть выйдет из аварийного режима и вы можете доехать то есть чтобы не ползти там со скоростью 60 километров если вы поехали на юг или где-то еще там его можно просто отсоединить она выйдет из аварийного режима и все поедет ну конечно когда вы знаете что там грязь и вода ехать нельзя и отсоединить то есть только лишь тогда когда вы убедились что там все прекрасно россии проблема в датчике они в наличии это грязи а если там нет воды ну вот как сейчас там нет воды и датчик неисправен нет но это понятно люди люди это уже посмотрели что там еще не только лишь тогда вы что убедились что воды нет отсоединили и поехали так вот все разъемчик сняли и вытаскиваем сюда блок управления тоже когда будете соединять блок управления двигателем старайтесь чтобы разъем это по максимуму продуть и чтоб не попала туда всякая гадость здесь все очень нежная вот он наш гаденыш так а что там у нас сделано тут даже как и датчик воды не стоит на месте что ли того как сзади за блоком управления ты смотри как он удача очень просто молодец да что-то конечно немножко полазил чуть-чуть покрутил получается датчик воды там остался брат вот тут тоже не не на месте или датчик температуры обогрев и датчик воды меня не получится так оценить и он почему-то там сзади находится как-то него там подсоединили он должен быть здесь наружу вот там также сухо сухо эти разъемчики тоже пробовал сейчас возьмем угловерт выкрутим гаечки сейчас выдернулся с мой вот он у нас лежит сейчас я возьму колбочку сольем убедимся что там нет воды потому что к сожалению верить павлюку мы не можем он может и наврать нам может и не не наврать да то есть может быть клиент нам там наврал что они все меняли и чистили может тот еще так вот она у нас колбочка топливный фильтр да визуально похож на новый и снимаем ну и что мы видим вода одна вода и что это такое да да на прополис похоже это прям вообще то есть то есть это у нас замена топливного фильтра понятно регулятор в топливной рампе надо будет снимать смотреть наличие грязи стружки хотя заводится на хорошо может быть ему и повезло не ну вот он говорит новое не поставили опять все полное то есть вот низ это темно это вообще прям просто гольная вода то есть когда мы ему позвонили сказали что у вас не исправен датчик он согласился что говорит да все поставили новый все такая проблема то есть меняйте датчик все будет хорошо на раскрывать бак лезть топливозаборник то есть получается если у них загорелась ошибка набрался был полный там топливный фильтр воды и сейчас он опять полный то сколько его баки можно гадать только литр 2 или 40 литров ну все пока то что пока полезем заборник будем смотреть что-то собаки если в баке вот это вот молоко то будем снимать бак вымывать топливную рампу промоем регулятор по форсункам насосу пока ничего не будем делать никаких этих как это любит делать bosch сервис все разбираем топливную систему ремонтируем пока она заводится прекрасно все работает ничего не стучит поэтому пока не будем делать поспешных выводов по топливной системе рампу конечно вскроем топ вот регулятор у нас здесь вот она вот здесь мы его открутим топливопроводы тоже промоем вот и рампу вымоем открутим датчик воды и регулятор ну вот видишь как хотели хотели снять нет хотели снять вам короткое маленькое видео по замене датчику воды оказывается вот бывает так как-то не готов я был к снятию бака просто много много работы дел ладно будем маленький перекур и скрываем топливозаборник датчик воды что пока живем его сюда старый такой нежданчик о салатик мой обед надо подкрепиться нам чуть-чуть осталось сейчас вытащить заборник сидушку нижнюю сняли здесь в отличие от санта-фе и соренто новых там нужно снимать сиденье все это такой довольно кропотливый процесс здесь гораздо проще все с этим делом вот обнаружили какую-то подвеску для собачки наверно ключ от чего-то ребенок кушал что-то картошка фри фрукты собачка а это может быть для собачки да вот рядом ребенок это ребенок кушал да тут есть такой печеньки какие-то подвеску с ключом вытащим мало ли люди искали где-то от кого-то может собачки да правда что отлетел там вода ты надо все мыть да если там вода и больше счастья если она этом небольшой объем он ее соберет всю воду в этот заборник но если там топливо все мутное то нет тут уже ничего не не сделать то есть тут сразу а каким путями то на если здесь нормально а вода оказалась у нас ну она попала и попала допустим два литра там литр два литра дело в том что заборник постоянно перегоняет здесь топливо то есть он постоянно перегоняет его и всю самую грязь то есть если у нас в грязь есть топливный фильтр и это не не значит у нас его полный бак потому что будет основная масса в заборнике и крупный мусор будет топливозаборник то есть суд он не будет так то есть вроде отщелкнулась они идет об есть готово так теперь нам надо как аккуратно все сделать чтобы ничего здесь не облить железочку убираемся тряпочка возьму так стороночку и понеслась то есть не факт что здесь топливо будет тоже такой же белый мутный или что-то может быть здесь все порядке проблема может быть только в заборнике если было небольшое количество датчик уровня риостат он всегда не дает с ним надо быть предельно аккуратно нет льется все конечно мутное и там вот на топливо все мутное так надо как-то я сейчас переклонить так чтобы или что-то она бежала вот так на руку что мне так теперь нам надо маленькую отверточку все конечно одной рукой не знаю смогу это сделать нет 300 цене им топливный у него не трогать теперь надо вот это как раз вас обра . и нам тоже надо как-то аккуратно ценить здесь у нее щелочки есть такая готова и теперь уже вот защелки по кругу снимаем так сейчас главное чтобы все все не упала у нас резко вот тут все у нас листики какие-то попали ну здесь такси то есть он прям льется все мутное белое немножко не там я все это начал делать и почему-то не знаю много 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 листьев как будто прошел дождь был ветер бак был открыт вода месяц лицами туда заливать и все и такой получился бардак короче надо как-то все это так снова 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 обращаемся ёптус все вообще мобила у меня вообще прям лучший телефон nokia кнопочный вообще просто не пользуйтесь всякой ерундой там как он павлюк этим айфонами тратч фонами nokia nokia лучший телефон а не надо ватсап телефон чтобы звонить затем тебе ватсап нет это чтоб на халяву звонить вам то есть а ты не не звони на халяву так туда обратно возвращаемся и смотрим так что мы здесь видим а мы видим мутное 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 топливо это говорит о том что в диз топливе находится вода то есть если диз топлива взять чистый диз топлива и все это перемешать растянет вот таким молочком нежирным 1 процентным молоком но все конец бак снимаем мы можем конечно сейчас еще здесь тоже нам все понятно стало трудности при снятии бака в основном из-за полного привода то есть в целом выхлопная система на дизеле легко хорошо снимается проблема является то есть как правило то есть карданная волна он тоже принципе отворачивается и ничего не отламывается немного мешается мышка полного привода но при желании можно даже снять по датчику воды напаривать моего клиента не будем сперва мы все соберем поставим просто этот датчик идентичный вот с автобусами грандстарк сами точно такой же у нас вот они довольно часто пользуются спросами на этом автомобиле поэтому я думаю лежать не будет долго и уйдет то есть нет ну конечно датчик поставим старый все продуем новый топливный фильтр если все хорошо то оставляем но если все же будет бить ошибку туда да уже не обойтись без замены все все мной и здесь параметр топливный то есть по моему регулятор по моему топливную рампу и топливопровод то есть я же говорю пока она отлично заводится то есть есть предположение что форсунки и насос целый то есть жалоб на то что стучат форсунки долго заводится или что-то такого не было поэтому пока накручивать ничего не будем моем топливную систему заводим если все хорошо поедет то будем наблюдать а пока все согласовывать сейчас звоним клиенту согласовываем по баку по всему по фишке топлива обязательно будет замена потому что такое топлива нам не пойдет согласуем когда дадут добро начнем снимать все ждем тут у нас все появилась новая проблемка надо будет снять защитный чехол потому что под ним болт болт крепления бака вроде все так теперь берем штучку снимаем вот начали с болтиком ладно еще один болтик остался внутри там клипса вот собралось тут мусора какой-то цемент не ожидал что засыпет нас начал подгнивать это не земля это прям вот бетон почему-то как будто и утопили на бетонном заводе ужас чуть там такое делается а потом вытащили семент и хотя есть тоже вот есть какие-то не знаю может правда на бетонном заводе как он это работает так ну что вот получается нам чтобы снять бак необходимо вот это мы задний не будем отогнем можно открутить но это не обязательно так и так нам бак у нас ту сторону выходит сверху мой заборник то есть разобрали еще вчера нам необходимо снять глушитель снял его полностью снимается очень быстро получается резиночки три штуки и две гаечки на дизеле гаечки отворачиваются на глушителе без проблем поэтому можно не переживать чтобы что-то от ломается также карданный вал сняли карданный вал вот у нас карданный вал здесь такой момент я еле выдернул то есть вот я беру кардан он должен вот в этом месте изгибается и ходить это шрус карданного вала он вот он мертвого заклинил а может там цемент подшипник подвесной тоже чуть так будет получается у нас здесь на машине шкив коленвала отваливается потом очень сильно гремят цепи грэм все это мы ему сказали он сказал ничего не надо главное вот избавьте от того что стоит в аварии все я думаю про кардан мы тоже напишем не будем его как-то накручивать с карданом потому что все равно у нас скорее всего пошлет и скажет я же ездил все хорошо бы вот но укажем что карданный вал заклинил по тебе будет шрус заклинил так ну все принципе сейчас кого-нибудь через ребят позовем дело в том что раньше на всех автомобилях баки по для развесовки автомобиля то есть были двух как сказать контурный то есть было два заборника левой и правой то здесь был перекачной здесь основной вот но теперь они ушли от этого корейцы и сделали лишь на одну сторону как они решили вес по весу вот это не знаю как бы не скажу вам то есть получается здесь топлива по весу больше здесь меньше и по идее вес должен быть на одну сторону то есть объем гораздо больше так сейчас кого-нибудь помощника берем берем помощника александр а ты же у нас тоже сейчас вроде уже как не электрик может и сгодишься поможет мне да так тогда что найдем кого люди нормально так время 10 минут 11 цеху тишина пойдем бак с ним ты единственный мы по ходу вдвоем с тобой остались из это все бригады там и есть электрик но он сказал иди ты со своим баком куда подальше наша задача учат при опустить и потом его убрать топлива примерно пол бака ты давай наверно пока опуская его да эту штучку и нам надо будет его вот из-за муфты чуть стороны давай так тут еще есть такая штука стоп здесь вот она ее надо мне оценить или вытащить шланг а не получится его число потому что здесь и заборник я не стал снимать потому что все все да все опускает ложится на муфту ты хочешь сказать тогда выворачиваю просто выворачиваю так с той стороны пыльник будет сейчас опять мешаться это же ну можно его вывести ко мне а потом я пыльник сниму топ аккуратненько а потом я сейчас пыльничек откручу так муфту прошел бак все при установке уже будет пустой будет проще так снимаем так это надо будет я потом опустить потому что заборник мы соберем сразу на месте здесь вот как у нас здесь все выглядит помогте все хорошо подачку температуры куда никто ничего вроде не задел надо позвать уборщика шелона здесь привел порядок от учета ваще вот идем сюда братишки так по топливной рампе я уже не покажу дело в том что наш оператор уходит в 7 мы работаем до 8 вчера я под капотом все закончил то есть помыл топливопровод топливную рампу поставил уже топливный фильтр все новый вот топливный фильтр я не подсоединял к трубочкам потому что сейчас не или бак оттуда будем подавать очиститель через шланчик и потом сжатым воздухом давить и то есть вот это как а будет вылетать наша задача обезжирить трубки внутри и тогда сжатый воздух сможет то есть когда они будут обезжирены выбросить оттуда всю эту гадость кстати в топливной рампе регулятор все все было ржавое сложилось ощущение что этот человек регулярно ездил на этой воде не знаю как она выжила у него но вот сейчас так бак у нас получается что железный отлично он просто пластиковый моется гораздо хуже в нем если даже стружка то она втыкается в пластик железным гораздо проще то есть бак мы сняли полностью еще тоже дело в том что возможности заглянуть если там грязь у нас не было так как был большой объем топлива и не видно что вообще в этой мутный а на принципе вон там видно какие-то осадки он страшные вон там прям внизу как будто это не столько осадки там что металлическое дно покрылась каким-то непонятным цветом так ну что мы сейчас ее просто это вылим опять позовем моего помощника вот здесь в клапан ставим отверточку вот чтобы слить сюда отверточку сейчас воткнем там есть клапано чик он откроется и мы все это сольем канистра у нас это из отработанного масла то есть мы на нем отапливаем свой цех поэтому так как это топливо уже никуда нельзя использовать мы его сожгем и будет нам тепло так все хорошо засыпитесь песком не позволяет клапан полностью слить ладно сейчас я решу эту проблему так мы можем принципе взять вакуумником откачать на вакуумник объем там 5 литров вакуумник не у тебя вакуумник вот он стоит вакуумник тоже будет скоро полный вот этой же штукой мы будем потом убирать остатки воды не всем остатки как бы который там у нас сохранится а потом все протрем высушим мыть будем химией мы с ним откачиваем всякую гадость везде где бы она ни была вот сюда пути не воздух говорит о том что наполнился 5 литров накачал перейдем на моечку ну и теперь надо все перемешать там эту пенку и дать ей постоять чтобы так сказать разъела все постоит потом будем вымывать вычищать все так по баку все закрепили заборник я сразу поставил на вил там салоне только зацепим сейчас за корячим опять глушитель кардан на место все сразу пробрызгиваем так теперь этот кардан опять туда надо пытаться насунуть его в нагляг к сожалению большей части клиентов научно узнает интернет или что там их заставляет это не верят вот говоришь вот он заклинил он так должен они смотрят как идиоты тебя и типа до них а потом как только покидают территорию автосервисов у них свои мысли все да 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 все делаем я понимаю а выезжает горит и вы разводите меня поэтому тоже порядком все надоело и некоторые вещи к сожалению приходится забивать то есть есть большая часть конечно людей которые понимают разбираются но банкиры блогеры и всякое нечисть которая не имеет отношения к автомобилю к сожалению с ними разговаривать невозможно больше не против все показываю вам если вы сели за руль машины хотя бы ну элементарный вечер разбирайтесь что крутится что стоит что шумит гремит участились сейчас случае очень часто сложно стало разговаривать с людьми о том что люди приезжают автомобиль прошел это это не тот автомобиль не того качества не того года то есть сейчас уже там с 12 года допустим и машины прошли там по 300 400 тысяч и люди приезжают и объяснить им сложно что у вас отвалился шкив еще нужно заменить здесь здесь и здесь то есть смотрят как на идиота и думают что я же ездил 300 тысяч будут дальше ездить 300 ты обманывают тут конечно подход такой поэтому как вы себя покажете первый день приедете ваш подход к делу к ремонту вашего автомобиля первую очередь то есть будет влиять на наверное весь процесс приехали сразу настроены на гадости гадости конечно не получите а вот на отказ по ремонту можно так что там у нас колесики на всякий случай потому что по-любому по-любому только опускаешь машину чтобы бы ты не делал машине только ты опустил закончил выгнал и главный финальный вопрос а вы к колодочке смотрели мне хорошая это прям вообще просто вот здесь видно что новенькие поставили стоечки стабилизатора заменили то есть сделаем просто визуальный осмотр просто 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 чтобы если что-то прям страшное случилось вот вот отсюда видно вот шкив у нее такая болезнь вот он становится прям такой оранжевый ржавчина то есть летит от него от шкива то есть его написали в рекомендациях но получили отказ на замену этот шкив обрывает между одной частью металлической 2 стоит резиновый демпфер его обрывает и вы остаетесь на дороге то есть машина заводится работать до тех пор пока не сядет аккумулятор гуру у вас нет охлаждения двигателя у вас нет зарядки у вас нет мотор просто вращается пустое все то есть но это в лучшем случае потому что в худших может и оборвать чем так сзади колодочки здесь стоечки стабилизатора втулки заменили колодочки есть тут я так понял обслуживали направляющие служили а вот тут колесо чё-то не хочет особо крутится потуже тоже все вроде помазали обслужили ну как-то колодки оставили старой может быть суппорт подклинивает что-то еще ну что-то кто-то даже пищит чей-то был некачественный ремонт я думаю в дороге то есть если двигаться вдоль какой-то обочины забора там я не знаю отбойника то есть виз будет слышно ладно наше дело предупредить так трубки я продул здесь уже собрал сейчас у нас получается по заборнику я еще заранее вчера помыл все все будем заливать топлива в бак вот здесь вот сейчас я покажу тогда крышечку аккуратнее всегда выдергивайте выламываются вот эти кронштейны моется топливная рампа вот откручивается датчик то есть снимать топливную рампу здесь не нужно она сквозная снимается датчик давления включен 27 раз и отворачивается регулятор включен на 30 а также отворачивается топливопровод вот этот который обратка и подача нато нвд то есть вот она под под жгутом туда уходит к насосу то есть мы промыли ее сняли регулятор и я говорю там внутри везде вот такая ржавчина как вот на шкиву коленвала примерно такая была лапу убираем сейчас надо нам подсоединить там топливозаборник залить топлива заведем потом уже проем вперед нам надо будет собрать сиденье чтобы открыть двери для удобства ты можешь зайти с той стороны здесь у нас все просто нам надо только защелкнуть тут уже все собрано вот мы сейчас защелкиваем это вентиляция большой плоскогубцы я забыл вентиляции есть и основной подачи так вот надо кстати вчерашний ключики подвеску куда-то человеку положить сейчас ладно мы потом прогоним уберем вот это у нас провода отсюда и оттуда тоже это у нас обогрев заднего сиденья и как раз собирать будем беремся вот эту гадость которая сваляется чтобы не испачкать сиденье все реагируют по-разному люди на такие вещи кто-то говорит что не переживайте бросайте кидайте кто-то молчит и думает какие мы нехорошие ребята так что здесь конечно это не самое такое важное можно прокачать топлива и с помощью там стартера просто дело в том что здесь на дизеле насос подкачной который в баке электрический он включается только тогда когда крут стартер то есть бензиновый мы можем просто включить зажигание и он прокачает здесь нет но мы будем это делать так как у нас все везде пусто мы прокачивать будем с помощью компьютера то есть там есть специальная функция прокачки удаление воздуха системы все здесь закончили потом возьмем тут пылесос у нас есть большой берем так за самым заливать диз топлива диз топлива мы приобрели вчера 10 литров воронку надо и диз топлива в топливе осталось вот оно топливо сейчас будем переворачивать канистру этот мусор который сверху начнет падать где открывается бак на этой машине не знаю а вот вижу как всегда в канистры заливать все не будем то есть оставим полтора два литра ну потому что как правило там есть какие-то осадки или старое топливо то есть там оставалась к этой грязь или еще что то то есть любой мусор который попал сюда он лежит на дне в любой канистре есть некий паркинг учат будем прокачивать и там он дает 30 секунд на прокачку два-три раза мы это сделаем так у нас а x 35 11 год у нас двухлитровый дизель он дает сажим без сажима у нас плюс сажим фильтром специальные функции вот удаление воздуха провода топлива окей нажимаем и вот то есть топливный фильтр вот если взяться за трубочки прям ну вот уже пошли звуки везде в насосе все одного духа раз недостаточно когда полностью вся система пустая так выключил повторяем ту же самую процедуру раз три будет достаточно один вообще ни о чем два недостаточно то есть она крутится все равно опять же можно повод трубки когда проходит воздух она прям может дергать все равно иногда проскакивает воздух я быстро прям руками беру если биение от топливной трубки нету то есть говорит о том что там нет воздух она издает такой некую вибрацию мелкую вот сейчас уже все вроде бы как хорошо стало да вот сейчас не бьет уже трубочку хорошо все выключился так выходим назад на всякий случай считываем цепь дочка содержания воды у нас была ошибочка и сброс все ошибочки нет то есть у нас старая была ошибка она сбросилась поток данных сейчас нам не нужен мы будем полностью потом смотреть диагностика уже много-много раз вам говорил в нара практически каждом видео что правильная качественность диагностика двигателя делается от 60 от 65 градусов то есть машина должна быть прогрета потому что на холодную все прыгается скачет все завышенное и т.д. сейчас самый главный еще момент проверяем наличие масло двигателя мало ли там она хоть мы не касались двигателя но чуть выше среднего масло даже не сильно грязно все будем запускать пробовать завелся так датчик датчик уровня топлива у нас горит показывает ну там показывает что мало у нас в этом залили 9 литров так вот все работает теперь то есть это еще не говорит о том что она будет прекрасно ездить и работать дело в том что сейчас топливо густое насос создает избыточное давление поэтому заводится она будет отлично то есть если где-то есть утечка регулятор форсунка или насос не докачивает это будет проявляться только на горячей то есть нагреем и потом что узнаем сейчас мы его сюда в зал выгоним мастера попросим оденем вытяжку пока она будет греться мы соберем сзади сидений так пробег у нас пробег 163 163 пробег да не смотрел я реальный пробег здесь или нет нет мы смотрели наверно на гранд-старксе так ошибка по датчику воды все не выскочила я не знаю вот здесь смотрели пробег вот то есть шкив цепи да мы кстати на разница смотрели до пробег этого автомобиля 363 тысячи а на приборке указано 163 то есть видимо кто-то приобрел себе вот здесь прям слышно сейчас нагреется давление масла упадет и очень сильно начать иметь цель и отшкивал уже вот для сгонет такой же железо об железо так в принципе принципе пока 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 все частный группу попросим мастера он нам перегонит ее выгонит в цех соберем потому что там детское кресло какие-то шланги ну и так далее далее как обычно у тех вот сюда поставь вот прям вот так выезжай да не собрать салон надо вот вся шланг на дачу телевизор вытаскиваю через багажника из-за вот этого болта который по центру держит сиденье который тому цель и прикручивается он вот здесь внизу тут коврик и выдохну то иногда люди говорят что это мы сделали и даже если сделали дни мы надо убрать разные бывают люди что закончили очередной ремонт на это был а их 35 одиннадцатый год 2 литра аж а ну может быть конечно по шкиву вот то что и по кардану и по цепям понятно что пробег в 300 36 тысяч который там его родной указан может быть хозяин и не виноват он может быть также смотрит как и вы читы на путь и и когда говорят что пробег 165 тысяч не нужно менять там цепи не нужно менять шкивы и кардан может быть он не в курсе он стал очередной жертвой хулиганов и жуликов то есть пробег скрутили может быть он стал вторым владельцем может быть третьим не знаю если конечно бывает что люди люди подходят и разговаривают там спрашивают по каким-то нюансам вот то я узнаю какой он владелец вообще какой второй третий когда он ее купил у кого купил нередкость бывает что покупают у знакомых и ваши знакомые ваши родственники обманывают вас же то есть это регулярно то есть потому что говорит что пробег скручен но он не может быть скручен потому что мне продал его брат или сват или что-то еще но это не так то есть когда я показываю реальный пробег скрученный этот человек сра хватается за телефон и давай звонить своим родственник то есть это тоже очень часто происходит теперь 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 смотрите то что мы все сделали мы удалили воду и из топливной системы будем надеяться что он заправиться больше такой гадостью непонятно откуда он где-то ездить по какому-то бетонному заводу из заправляется каким-то не знаю непонятным топливом в его случае то есть вообще вот эти вещи для данного данной топливной системы они очень такие нежелательно я бы сказал то есть там стоит одноплунжерный алюминиевый насос где разбивает корпус толкателем то есть видели видео мое где там мы производили замену тнвд здесь точно такой же стоит насос вот и не знаю пойдет ли стружка не пойдет то есть мы сейчас все удалились заменили все заводится работает параметры тоже по диагностике все хорошие дай бог что будет все ездить но возможно что через месяц через два через год он к нам вернется уже с другой проблемой то есть это будет стружка от насоса то есть неисправно с топливных форсунок регулятора и так далее ну принципе как то вот так то есть можно было бы провести какие дополнительные тесты что-то проверить что-то сделать но на чтобы мы не обращали внимание нам сразу идет отказ то есть отказ 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 то есть ну вот вроде бы как то более менее вот это вот смогли мы говорить что надо хотя бы вот помыть топливную систему чтобы она не стала завтра ну вот сделали все работает заводится поэтому вы видели как делаем это мы может быть кто-то делает лучше кто-то хуже поэтому решать вам ну все до новых встреч если у вас сломался ваш авто приезжайте мы вам все починить что это было в следующем году в первом в сфере восьминке 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 Продолжение следует...